Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТСУ Новости. В студии для вас работает Айнур Мирханова. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о самом главном. Четверть века вместе. Ассамблея народа Казахстана 25 лет. Жуткий полет. Три малыша с начала года выпали из окон Валмытинской области. Сотрудники ЧАЭС напоминают родителям о бдительности и обеспечении максимальной безопасности своих детей. Задел на урожаи. 30 тысяч километров ирригационных сетей дадут воду на поля в следующем сезоне. В Казахстане утвердили дорожную карту по расширению использования безналичных платежей и развитию небанковских платежных систем на 2020 и 2021 годы. Об этом стало известно в ходе заседания Госкомиссии страны. По словам специалистов, программа направлена на искоренение теневой экономики, которая оказывает негативное влияние на экономику и развитие страны. Ее доля превысила 20% от ВВП. Вместе с тем ежегодно растут объемы обналичивания денежных средств. Второй обсуждаемый вопрос на повестке дня – совершенствование государственного контроля и надзора. Эту систему модернизируют, в результате чего, прогнозируют эксперты, снизится неправомерное давление на сферу бизнеса. Электронная карта уголовных правонарушений, созданная в рамках реализации 32-го шага государственной программы «План нации. 100 конкретных шагов» в Алматинской области не доработана. Причина – неполная актуализация географических координат юридических адресов, а точнее улиц, домов, зданий. Как отметил первый заместитель Акима области на онлайн-совещании с ответственными лицами госструктур, полнота и достоверность сведений карты напрямую зависят от указания мест совершения преступления. На сегодня в Алматинской области интернет-портал «Карта уголовных правонарушений» охватывает 742 населенных пункта. Однако в ряде районов и городов области работа в данном направлении ведется слабо. Это Алакольский, Искельдинский, Карасайский, Уйгурский и город Капшагай. По итогам совещания Лязат Турлашев дал им конкретные сроки для завершения полной инвентаризации адресов объектов. Подытоживая совещание, поручаю следующее. До 7 сентября текущего года указанным пяти районам доработать актуализацию карты, а также необходимо завершить наполнение информационной системы адресный регистр данными из архива, касательно изменения наименований улиц. Управление архитектуры и градостроительства доложится в указанный срок. Четвертью века вместе в канун празднования Дня Конституции около 200 человек из Алматинской области отмечены юбилейными медалями 25 лет АНК. Сегодня в областном доме дружбы состоялась торжественная встреча членов и активистов Института дружбы. Среди награжденных есть и наши коллеги. Все подробности в материале. В актовом зале царит особая, можно даже сказать, волнительная обстановка. 25 лет Ассамблеи народа Казахстана – важный рубеж. За эти годы сделано немало. Сегодня Ассамблея – это не только проведение масштабных народных праздников, но и реализация социальных проектов, регулирование межнациональных конфликтов и, конечно, благотворительность. В этом году отметить 25-летие, как было запланировано, не удалось. Из-за мировой пандемии практически все мероприятия были переведены в онлайн-режим. Но, как подчеркнул в своем выступлении заместитель председателя Ассамблеи Алма-Атинской области Габи Турсенбай, одним из важнейших направлений в это непростое время стало развитие благотворительности. Так, во время карантина членами структурных подразделений и волонтерами Ассамблеи, нуждающимся, была оказана помощь на сумму более 35,5 миллионов тенге. За последние пять месяцев нынешняя встреча стала первым торжественным мероприятием, на котором были вручены юбилейные медали 25-летию Ассамблеи народа Казахстана. Накануне Дня Конституции Республики Казахстан мы в торжественной обстановке провели такое хорошее мероприятие, потому что давно не собирались. И, конечно, много людей в связи с санитарными нормами мы не можем пригласить. Поэтому сегодня 30 человек, в основном председатели-активисты, которые проживают в городе Талдыкурган, получили свои заслуженные награды. Одной из тех, кто заслуженно получил награду в этот день, стала ветеран Ассамблеи Светлана Гаитова. Эта удивительная женщина стояла у истоков создания Института дружбы. Она принимала участие в Первом съезде народов Казахстана, на котором впервые была озвучена идея создания Ассамблеи народа Казахстана. Я очень горжусь, что я именно являюсь членом Ассамблеи, ветераном Ассамблеи. Вот всегда была предана делу мира и согласия, и всегда служила и буду служить. Потому что Ассамблея для меня, как для матери, как для женщины-бабушки, это гарантия счастья моих детей, моих внуков, уверенность их в будущем. Это счастье и расцвет моей любимой родной республики Казахстан. Всего в Алматинской области юбилейной медалью 25 лет Ассамблеи народа Казахстана награждены 197 человек. В их числе председатели и активисты этнокультурных объединений, члены структурных подразделений Ассамблеи, руководители хореографических коллективов и представители средств массовой информации. Одним словом, все те, кто своим трудом вносит лепту в общее дело сохранения мира и согласия в нашей стране. Надежда Белова, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ. Пожары во дворах и выпадающий из окон дети. Сразу две проблемы озвучили на прошедшем брифинге представителей ДЧС Алматинской области. Какие меры предпринимают спасатели во избежание возможных трагедий, расскажет наш корреспондент. Для работников Департамента по чрезвычайным ситуациям отопительный сезон означает напряжённый и ответственный период. Жители области часто пренебрегают правилами пользования автономными теплоисточниками. Как результат, с начала текущего года в жилом секторе Алматинской области зарегистрировано 621 случаи пожара. 30% из них произошли по причине пренебрежения правилами пожаробезопасности при эксплуатации печень на твёрдом топливе. Проведя большие профилактические мероприятия, нам удалось в прошлый отопительный сезон снизить количество пострадавших. Также сейчас основное внимание у нас уделяется уязвимым слоям населения, которые у нас имеются посписочно. Переданы данные списки нам от органов социальной защиты. По ним мы проходим поточечно, поадресно, проводим профилактические мероприятия. Также в том году были предусмотрены средства Акиматом области, на которые были приобретены и установлены датчики угарного газа. Имелись случаи срабатывания этих датчиков, благодаря чему были спасены жизни людей. Также в рамках брифинга, прошедшего на площадке «Жецумедиа», затронули тему выпадения детей из окон. Чаще всего это происходит по причине оставления детей без присмотра. Несмышленные малыши не осознают риска, которому подвергают себя, желая выглянуть в окно. Это может привести к печальным последствиям. Спасатели регулярно доводят до внимания родителей ошибочность оставления детей без присмотра. В этом году у нас зафиксированы три случая. Пострадали двое детей, получили травму и, к сожалению, один ребенок скончался. В том году, в 2019 году, за данный период, у нас было шесть случаев выпадения окна. Также скончался ребенок один и пострадали пятеро. Зная эту проблему, органы гражданской защиты проводят массово, скажем так, проводят профилактические мероприятия. Доводятся до населения. Меры, необходимые для предотвращения падения с окон посредством работы с КСК, с использованием соцсетей и также по телевидению. Также используется у нас громкоговорящее устройство, установленное на автомобилях, которые во дворах проводят такие профилактические мероприятия. Бдительность – лучший способ предотвращения опасных ситуаций с трагичными последствиями. Потому в очередной раз департамент ПЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра. Рустам Арубаев, Жаик Хурманбаев, Телеканал ЖИЦУ. 30,5 тысяч километров каналов и гидротехнических сооружений будет модернизировано в Алматинской области. На эти нужды Исламский банк развития выделил порядка 19 миллиардов тенге. Уже со следующего года около 7,5 тысяч фермеров региона смогут получать воду бесперебойно. По мнению специалистов, это скажется на качестве и количестве будущего урожая. Тему продолжит Кульмира Тимиргалеева. На балансе областного филиала «Казводхост» 15 водозаборных гидроузлов, более 5000 километров каналов и 9 водохранилищ. Одно из них – Казалагашская. На баланс предприятия «Плотина» перешла в 2011 году. Ее реконструкция обошлась государству в 5 миллиардов 700 миллионов тенге. Основной объем воды на водохранилище – 42 миллиона кубометров. Из-за маловодия в этом году воды вдвое меньше, но ее достаточно для 700 гектаров орошаемой земли Аксусского района. В будущем году по новому проекту количество поливных территорий возрастет до 8,5 тысяч гектаров. «Рассчитан он объект для полива воды в объеме 8680 гектаров земли. Это называется «Казалагашский массив». Для него готовится отдельный проект. Они на сегодняшний день готовы. При реализации этого проекта добавится 5300 гектаров новых земель, кроме тех, которые существуют. На сегодняшний день под этим водохранилищем находятся 700 гектаров земли, которые поливают. Остальная земля только рассчитана на перспективу. На следующий год имеется в виду». Для каждого фермера своевременный полив – залог богатого урожая. Для Аксусских сельхозпредпринимателей в нынешнем году помимо маловодия еще одной проблемой являются устаревшие оросительные каналы. Их изношенность несет потерю воды во время орошения земель. В настоящее время в четырех районах области ведутся работы по модернизации поливочных сетей. «По воде в этом году было поспокойнее у нас чуть-чуть. Без маленьких задержек не получается, потому что до конца нет оросительной системы рыков. На сегодняшний день у нас простые земляные рыки. Мы по два полива все уже сделали, некоторые даже по три полива уже сделали. Вот еще один полив сделаем. Урожай должен собраться как нормальный – и по сои, и по свекле». До 30 тысяч гектаров планируется увеличить объем орошаемых земель в Аксузском районе. На сегодняшний день филиал районного предприятия «Казводхоз» обеспечивает поливной водой порядка 700 крестьянских хозяйств. «При финансировании Исламского банка развитие в Аксузском районе ведется реконструкция 111 арочных сетей протяженностью более 630 километров. На эти цели выделено порядка 5 миллиардов тенге. Уже выполнено около 50% работ. Их завершение планируется к марту 2021 года. Обновление орочных сетей позволит дополнительно охватить более 11,5 тысяч гектаров земли». В Яскельдинском районе более 15 тысяч гектаров орошаемых земель из свыше 900 крестьянских хозяйств. Здесь выращивается соя, картофель, кукуруза, свекла и другие культуры. Маловодие и засуха нынешнего лета повлияли на объем урожая, утверждают руководители крестьянских хозяйств. «С 2018 года у нас производят проект по ИБР, строительство оросительных сетей. В связи с этим у нас на сегодняшний день улучшился полив в порядке 12 тысяч гектаров. Улучшенный полив пошел. За счет того, что действительно был ИБР, то, что мы механизированную очистку провели, где-то лотки новые поставили, где-то новые сооружения поставили, вот за счет этого, я думаю, что мы все-таки в этом году где-то 95% урожая спасли». «У меня 85 гектаров земли. В этом году я надеюсь получить хороший урожай, потому что в районе наконец-то обновлены оросительные каналы и решен вопрос водоснабжения. Для фермеров это большая поддержка со стороны государства». «В текущем году впервые за полувековой срок начат процесс модернизации Коксусской плотины. На реализацию проекта по дорожной карте занятости выделено более 590 миллионов тенге. Уже возведены жилые дома для сотрудников, диспетчерский пункт, проведено укрепление. Коксусская плотина обеспечивает полив свыше 16,5 тысяч гектаров орошаемых земель». В текущем году филиалам заключено свыше 7 тысяч договоров с потребителями. Стоит отметить, что в нынешнем году фактически показатель объема поставляемой воды значительно превысил плановый. И это при том, что в нынешнем году по всему региону отмечается маловодие. При этом потеря воды в оросительных системах минимизирована за счёт полной реконструкции водоподающих сетей районов. «Во всех районах ситуация стабилизировалась. Уже месяц нормально подаётся вода. В Алматинской области предусматривалась реконструкция в четырёх районах оросительных сетей. Это Алаколь, Аксу, Коксу и Искельдинский район. Механизированная очистка каналов закончена на 80%, а бетонные каналы закончены на 90%. В настоящее время работы по реконструкции гидросооружений продолжаются. До окончания поливочного сезона гидротехники продолжат круглосуточное наблюдение за режимом воды и рациональным вододелением для нужд фермеров. В Павлодаре мужчина выгуливал собаку, не выходя из автомобиля, сообщает закон КИЗ. Автомашина водворена на штрафстоянку. Собака была передана владельцу. Полицейские установили водителя, им оказался 26-летний житель Павлодара. По закону за жестокое обращение с животным в отношении мужчины начато досудебное расследование по статье 316 Уголовного кодекса РК. 3 октября заканчивается период обмена банкнот номиналами 2, 5 и 10 тысяч тенге образца 2006 года. Об этом напоминают в Национальном банке. Обменять старые купюры на новые можно исключительно в территориальных филиалах финорегулятора. Поэтапная замена и изъятие старых образцов валюты началась еще в ноябре 2016 года. Важно отметить, что после 3 октября филиалы Нацбанка перестанут принимать и менять их на действующие денежные знаки. После этой даты они уйдут из оборота и будут считаться недействительными. На оживленном проспекте в Алматы произошло ДТП со смертельным исходом. Горящий автомобиль столкнулся с патрульной машиной полиции. В результате один полицейский получил серьезные травмы, водитель загоревшейся машины погиб, сообщили в пресс-службе департамента полиции. В ходе начавшегося расследования будет установлена причина возгорания машины и другие обстоятельства произошедшего заключили в ведомстве. Жизнь дана на добрые дела. 500 ноутбуков подарит общественный фонд Салихалорпах ученикам Алматинской области. Девайсы станут незаменимыми помощниками в дистанционном обучении детям из малобеспеченных семей. К такому решению пришли на встречи заместитель Акима области Рустам Али и руководитель фонда Касым Касабеков. В ближайшее время технические устройства доставят ответственным лицам, которые впоследствии передадут электронных помощников их будущим пользователям. Такую же материальную поддержку окажут представители общественного объединения и 500 алматинским семьям. Как нам всем известно, первые две четверти мы будем обучаться онлайн. И у многих семей, где там ни один ребенок, ни два, три, не хватает планшетов, не хватает смартфонов и не хватает компьютеров. Мы решили им раздать каждой этой семье, нуждающейся семье по одному ноутбуку. В Средиземном море у побережья Сардинии загорелась яхта. Представители береговой охраны заявили о спасении 17 человек, среди которых оказались и 8 казахстанцев. В спасательной операции были задействованы два катера береговой охраны и вертолет. По сообщению итальянского информационного агентства ANSA, 50-метровая яхта Lady MM направлялась с Капри на Сардинию, когда на борту произошел пожар. В Минске ОМОН разогнал протестующих. Десятки человек были задержаны. Так прошел 18-й день демонстрации против фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси. По сведению Евроньюз, аресты произошли через несколько часов после того, как писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексеевич была вызвана в Следственный комитет для допросов по уголовному делу о призывах к захвату власти. Компания Neolink, работающая над подключением человеческого мозга к искусственному интеллекту, готовится раскрыть больше деталей о сверхсекретной технологии. Технология поможет обрести подвижность людям с полным повреждением спинного мозга. Мероприятие начнется 28 августа в 15.00 по Тихоокеанскому времени, 29 августа в 5.00 по Нурсултану. Работа интерфейса помочь людям, утратившим способность ходить, говорить и слышать. Две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей завоевала молодежная женская сборная Алматинской области по боксу. И это всего за два с половиной месяца до карантинных мер. Такого результата удалось добиться благодаря изнурительным тренировкам и работе тренерского штаба региона. Прервала цепочку призовых мест пандемия коронавируса. Теперь с послаблением режима карантина спортсменки возобновили тренировки. Также на 7 сентября запланирован учебно-тренировочный сбор у подножия гора Латал. Подготовка идет на международный турнир, который состоится в Москве. Мы возлагаем большие надежды на наших девушек. Анель Кудайберген, Баяна Кпаева, Гузаль Садыкова и многие другие. Эти спортсменки всегда выступают на соревнованиях всех уровней и редко возвращаются без призовых мест. Сейчас начнем активную и усиленную подготовку на учебно-тренировочных сборах. За один месяц спортсмены должны вернуть былую форму и быть готовыми выступать в любое время. Это были все новости на сегодня. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин